Мне задают такие вопросы, какие бывают сущности, в чем разница между сущностями и как вообще, что это такое, да, люди, которые, как говорится, не в теме, не знают. Я вкратце попытаюсь вам рассказать так, чтобы вам было понятно, кто еще не знает, что это такое. Сущности бывают врожденные, которые приходят к вам с рождением уже, они живут уже в вас, они передаются, так скажем, как говорят, ДНК, через ДНК до генетика. Это так же, как генетические болезни, типа того, передаются, это и есть сущности. Сущность перешла от мамы, от папы, от бабушки, от дедушки, и это идет дальше, из поколений, в десятом там колене перешло что-то и прочее, да, у каждого это индивидуально. Эти сущности именно родовые, которые передаются по материнской, отцовской линии. Также есть сущности, приобретенные в жизни, когда рождается человек, и в течение жизни, год за годом, день за днем, при каких-то травмах, обстоятельствах, стрессах, в человека заходят сущности извне. Это не родовые сущности, это чужие сущности. Я называю сущности, чтобы вы понимали, да, их можно назвать по-разному, они разные, там, в зависимости, как они выглядят, какую функцию они выполняют, чем они питаются, или есть сущности, которые учителя. Да, в общем, есть все. Верите вы в это или не верите, от этого ничего не поменяется в вашей жизни, ваша вера в это. Это кажется для многих фантастическим. Некоторые не хотят это признавать и считают это сумасшествием. И чем больше человек не верит в это, тем больше сущности, к сожалению, в нем живут. Пока человек не признает это, что он носитель этой системы, что это в нем живет, есть, это и есть его мысли, это и есть все эти действия, совершенные поступки, сожаления, которые человек делал в своей жизни и продолжает даже дальше делать, которые ведут его, специально подводят к этим действиям. Например, я вам приведу даже такой, например, вы что-то уронили, или вы ударились, или обожглись. Даже при таких обстоятельствах в этот момент все вот эти действия были специально подведены к тому, чтобы вы пострадали, чтобы вам было больно. Вот сами подумайте, психически здоровый человек разве может споткнуться, сделать себе больно, обжечься, поцарапаться или еще что-то, да? Нет, конечно, здоровый, адекватный человек не может никогда навредить своему телу. А если какие-то такие моменты случаются, неприятности, да, такие, это говорит о том, что, ну, собственно, человек живет обычной жизнью, как все, и каждый раз, каждый момент может испытывать какой-то дискомфорт извне. Также я могу вам привести пример, когда вы можете соприкоснуться с сущностями, это во сне. У многих бывают такие сны, когда вы от кого-то убегаете, или не можете выбраться из какого-то помещения, места, что-то забыли, ищете, бегаете, мечетесь, да, и не понимаете, что в некоторых моментах, если вы что-то помните, когда вы просыпаетесь, пробуждаетесь, это и были моменты ваше соприкосновение с сущностями, просто оно осталось у вас в памяти. Также это бывает в момент засыпания, например, когда человек уже не бодрствует, а уже готовится ко сну, но он еще не спит. В эту секунду вы можете увидеть какой-то образ, что-то такое, это и есть вот эти вот штучки, да, так скажем, которые живут в вас, во всех вас. Или при пробуждении, когда вы еще до конца не проснулись, но вы уже не спите, в этот момент вот эти сущности вы можете видеть. Бывают такие, например, у многих людей случаи, когда их вот душат, например, они задыхаются, не могут справиться, и не понимают, что это такое, во сне, как-то вот в полудреме, кто-то их душил, пытался убить, это и есть именно то. И это не фантастика, и это не мистика, и это не сказки, и это, к сожалению, правда, жизни. Но все это убирается, все это ликвидируется, все это уничтожается, и абсолютно легко, если человек доверяется, и реально человек хочет избавиться от этой гадости своего тела, вывести все это. Эти сущности живут в мозге, эти сущности живут в вашей лимфатической системе, в вашем организме, в ваших органах. Они полностью поглощают жизнь человека, его тело пользуется его телом абсолютно, как каким-то вот, ну, ненужным, да, материалом. Почему же так происходит? Человек не живет настоящим, человек живет, например, в прошлом, и человек живет глупыми мечтами, детскими фантазиями, надеждами о счастливом будущем. И его нет сегодня, его нет здесь и сейчас. Человека нет, просто сидит тело, да. И в этот момент и вселяются всякие различные сущности, так скажем, пользуются как костюмчиком, телом людей. И это правда. И кто в это еще не верит, изучайте информацию, слушайте, читайте. Но только я советую вам изучать верную информацию именно у тех людей, которые именно не верят в это или не верят, а именно занимаются. Как мне как-то задали вопрос, вы верите в сущности, в лярвы, во всякие такие эти демоны? И я ответила, что мне не надо в это верить, я знаю, мне не нужна вера, я просто знаю, что это все существует. И я с этим непосредственно работаю каждый раз, в каждой сессии со своими прекрасными клиентами, которым я спасаю жизнь, которым я облегчаю жизнь. И которые в будущем будут осознанными, здоровыми, адекватными и счастливыми людьми. Вот такую вот информацию сегодня я вам небольшую дала про сущности. И до скорого, до связи.